Так, пока запускают, всем привет. Меня зовут Денис Пынькин. Я имею небольшое отношение к обучению на кафедре ВМ ГУИР. Собственно, до 2014 года я там достаточно долгое время работал. В связи с этим хочу рассказать вам маленькую историю, как там появился Linux, что с этим, какие этапы были, и затронуть немножко другие темы. Вопрос номер раз. Господа, кто у нас из ГУИРа? Поднимите руки. А кто был на кафедре? Ага, уже достаточно много, да? Сколько из вас людей хотят набить морду администратору? Отлично. У вас есть такой шанс. С другой стороны, я вам расскажу, почему, и почему этого делать все-таки не надо. Лучше вы помогите, а не набивайте. Итак, доклад будет состоять из двух частей. Первая касается чисто инфраструктурной части. Вторая, что из этого вышло не только в инфраструктуре. Во-первых, зачем мы Linux изучаем вообще и в вузах, и не только в вузах? Во-первых, это то, что количество работы по Linux у нас растет. Это достаточно известный факт. Специалистов мало. Ну и даже тем, кто в свою жизнь не собирается связать с Linux, в конце концов, а хотят сидеть только на винде, расширяется кругозор. И где тут Женя? Некоторые внезапно переходят, как вон тот человек, с Windows внезапно раз и перешли на Linux. То есть в любой момент может прийти такой случай в вашу жизнь. Итак, почему в вузах это большая проблема? Я не буду говорить сейчас про российские вузы. Там вроде как получше с этим. А в белорусских все очень-очень плохо. Во-первых, де-факто используется закрытый стек технологий. Естественно, все от Microsoft. Если он присутствует, а присутствует он в скольки? Наверное, в штуках пяти вузах на разных кафедрах, то это заслуга исключительно отдельных лиц на этих кафедрах. Раз. Второй момент. Чистая вкусовщина, никакой стандартизации. У каждого свое. И те, кто сталкивались, все знают. И самая тоже достаточно важная вещь, это то, что преподаватели в большинстве своем, я сейчас не говорю о молодых, слава богу, обновления состава происходят потихоньку, игнорируют полностью все подходы к обучению, к созданию совместных проектов, которые приняты в open-source технологиях. В принципе. Начнем с кафедры. Немножко истории. Я не буду утверждать, что Linux появился в нулевых, потому что на самом деле на кафедре появился чуть-чуть раньше. Но студентам он стал доступен примерно в начале нулевых годов. Первые эксперименты – это были классическая установка, установить Windows параллельно с Linux. Загрузчик граба тогда еще не было, бог с ним. Тут появились несколько проблем, такие как место на диске, сложное в администрации. Достаточно легко сломать. Это, увы, как только кто-то дорывался до Linux, умудрялись легко сделать, случайно снести обе системы. Под виндой кто-нибудь дорвется до администратора, посмотрит, а почему у нас тут загрузчик не такой возьмет и справит. Были и такие вещи. Ну, в общем, довольно веселая вещь. В связи с этим у нас начались проблемы. Естественно, ну ладно, у меня начались проблемы. Потому что сказали, Linux здесь не надо. Оно мешает основному учебному рабочему процессу. Почесали голову с Иваном Ивановичем и решили немножко в сеть уйти. Первая версия – это было самопальный такой DD-деплой. Сделали несколько снапшотов для систем. И после чего, в случае необходимости, можно было выбрать просто пунктик меню. Я не знаю, застал кто-нибудь этот момент или нет здесь, из присутствующих. И спокойненько задеплоить, полностью восстановить систему. В общем-то, это сняло головную боль очень сильно. И, в принципе, может не рекомендоваться, в крайнем случае, может всегда использоваться. За 15 минут перерыва можно уже было восстановить полностью класс в рабочее состояние, вне зависимости от того, что с ним сделали студенты предыдущего курса. Это был большой вин, на самом деле, и после этого на меня перестали наезжать, чтобы убрал линук. Потому что мы добавили еще один пункт меню, и этот пунктик позволил студентам самим нажать, когда им восстанавливать надо, а когда нет. В общем-то, довольно погрязная штука. Тогда же начался первый перебор дистрибутивов. Те, кто там не хотел чего-нибудь набить, наверное, хотят очень сильно за Альт это сделать. Мне как раз за Альт мы не хотели. На самом деле, очень интересная ситуация. Когда начался перебор дистрибутивов, там бы Федоры тогда не было. Был RedHat, было Mandrake тогда был, Альт, Debian, что-то еще. В общем, потихоньку пробовал устанавливать, использовать одно, второе, третье. И внезапно для русскоязычных пользователей лучшим оказался Альт Линукс. Вот это такая маленькая реклама. Версия 2.2.2.4, я до сих пор считаю, что это одни из лучших дистрибутивов, как целостная вещь. Вот, да, мастер, естественно. В общем, очень неплохая. Собственно, на нем остановились, и так уж исторически сложилось, что дальше у нас был только Альт. А почему исторически? Потому что больше никто не занимался. Так, в 2013-2013-2014 годах мы уже начали думать, как бы так избежать вот этого вот диплоя, и попытались установить классический root.fs на NFS выбили сервер, на сервере поставили NFS-сервер, там загрузка, все красиво, все хорошо. Избежали одной проблемы, это место на диске на рабочих станциях, добавилась другая проблема, место на диске на сервере. Добавилась еще проблема с секьюрити, потому что внезапно появился сервер, на котором все есть. Там достаточно много было забавных моментов, связанных с секьюрити, но штука полезная. Пробовали терминалы, как X-сервер, то есть графические терминалы, тонкие клиенты, так и просто SSH. Ну, собственно, они, конечно, хороши, но не дают возможности полноценно работать. У нас некоторые лабораторные, курсовые, они завязаны на сетевое или системное программное обеспечение. То есть написать, например, драйвер, ну попробуй по SSH, на сервере, на котором у тебя все запрещено. То есть это, в принципе, не подошло к учебному процессу как таковому. Промежуточные выводы, которые мы вынесли из всего этого перебора, экспериментов, опытов и прочего. Во-первых, должна быть обязательно сетевая загрузка. Во-вторых, доступа к жесткому диску не должно быть. Собственно, его вообще не должно быть. Слава Богу, к тому моменту Иван Иванович Грицевич, если кто помнит такого, добил Windows до состояния, когда она тоже грузилась по сети. Это был большой, большой. Так что следующие все лаборатории мы просто даже закупали машинки без жестких дисков. Дальше. Корень у Линукса должен быть в Redonly обязательно, чтобы, во-первых, расшарить на всех, а во-вторых, чтобы его не убивали студенты. Иначе это все. То есть, тейтли с системой, по сути. Кстати, привет докерам и прочему. Это хорошо забытое старое. Там тоже такая же схема используется. Дальше. Все изменения должны быть временные. Это либо куда-нибудь в память, либо, как у нас сделано, либо, как мы пробовали тоже делать, на диск, на сервере. В общем-то, и то, и другое можно использовать. Дальше. Максимально полный набор программного обеспечения для разработчика. Что значит для разработчика? Это значит, что студент должен прийти и увидеть ЭДЕ. Если что, я ненавижу ЭДЕ, но это моя вкусовщина. К сожалению, приходится это тоже поддерживать. Какой ЭДЕ у Кровокрестова Легимча и Марш? Ты говоришь о текстовых редакторах, да? Ладно, неважно. Смысл в том, что полный набор это и библиотеки, и девелопмент, и с учетом того, что ни один нормальный дистрибутив на данный момент не содержит хороший полный цикл связей, то устанавливаешь, например, девелопакет, а к нему может не установиться бинарник, с помощью которого потом происходит компиляция из этого, ну, или, скажем, преобразование из девелопакета в нужный формат. Это просто бафы всякие, к примеру, да? Ну, и вот таких вот огрехов достаточно много, поэтому набор ПО вылизывается достаточно много, часто, и очень с большой болью. Графическая оболочка. По графической оболочке тут довольно забавная вещь. Главное, чтобы оно не вызывало отторжения. И в идеале оно должно быть похоже на Windows, но на самом деле там как раз выходил KDE 4, когда мы это внедряли. Помните, если кто-то помнит ролики... Блин. А второй микрофон? Дай микрофон сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Такуша? Да. Так, начнем я. Графическая оболочка. Значит, кто помнит, KDE 4 как раз вышел, и там народ носился с приколами на YouTube, показывая ноутбуки с KDE 4, рассказывая всем, какой новый интерфейс у Windows, и там народ говорит, о, классный интерфейс Windows. Кто-нибудь помнит такие ролики? Вот. У нас получилась ровно такая же схема. Открывался, открывался новый кабинет, мы туда закупили уже оборудование, железка, установили туда, блин, как же его называть, 3D-оболочка под KDE. Плазма? Еще до плазмы. Вот. Неважно. Название вспомню, не вспомню, у него такой еще рубин в качестве логотипчика. Вот. И когда были съемки, приехали на открытие съемки, это же все-таки круто, ДСБТ, люди. Вот. И у оператора реально в глаза вылезли из орбиты, когда он видит, ну, десктоп, ну, там, покажется там что-нибудь, как оно работает, ну, чтобы видео сделать. И тут я беру и начинаю вращать этот кубик. Вот. Тогда, тогда 3D не было в винде, сразу говорю. Вот. Человек, который сидел рядом, он просто слег, потому что он смотрел этот момент на оператора. У оператора глаза стали вот такие и рот открылся. Вот. У камеры, у камеры потом это пошло в сюжет. У меня где-то сюжет валяется, если что. В общем, довольно забавно. Это что касается графической оболочки. На самом деле, оно пугать не должно и KDE, в принципе, на данный момент наиболее такая адекватная штука. Кстати, KDE 5 тоже неплохо. И последнее, это уже с точки зрения сборки, четкие правила, воспроизводимость и проще. Потому что в предыдущих вариантах я напоролся на маленькую, маленькую такую деталь. когда root.fs развернут, возникает какая-то проблемка, быстренько root.fs поправил, вот, да, я это поправил, где-нибудь себя записал, записку потерял, а потом внезапно обновление программного обеспечения, ничего не работает, куда, что правил, зачем правил, непонятно. Ну, в общем, привет к гитам и прочим системам контроля версий и автоматизации. Я думаю, многим это знакомо. Вот. Когда, в общем, когда вот это вот все более-менее было сформулировано, посмотрели на решение, ну, ближе всего это, наверное, был Кнопикс, но на тот момент он был не совсем юзабелен, да и на данный момент для того, чтобы его с сети грузить, там, а залезьте в InetRD и ручками поправьте, в общем, не совсем автоматизация. В общем, готовых решений не было, и я думаю, и, к сожалению, на мой взгляд, на данный момент до сих пор нет. Вот. Мы, соответственно, сделали, что? Идеология следующая. Обычный LiveCD на тот момент уже начал появляться, полностью всему удовлетворяет, кроме того, что он грузится по сети. Но у Alta есть пропагатор, который умеет это все делать. Ставишь правильные опции загрузки и внезапно LiveCD превратился в нормальный загрузочный дистрибутив. Осталось только подготовить вот этот вот RoutFS, чем мы долго и долгое время и занимались. Миша, комментарий? Я шишку-то что-то не перебиваю. Просто ясно. Ты меня садить будешь? Ладно. Что привело нас к маленькому такому местечковому дистрибутивостроению? Что такое дистрибутив и в чем разница? Все себе отдают отчет? Немножко. Представляю. Во-первых, самое важное, наверное, это цель. Для чего это делается? Цель у нас была четко сформулирована. Отличаются, если взять любой дистрибутив, у нас по сути мы можем использовать сейчас для сетевой загрузки абсолютно любой дистр. Это такая вкусовщина, которая зависит исключительно от того человека, который делает. Если кто-то захочет делать похожую вещь, welcome, мы с удовольствием установим второй системой, третьей системой на загрузку. Единственное, что сразу оговорюсь, это много-много мелкой работы, которую далеко не все выдерживают. Были попытки у человека одного сделать на Debian, еще одного человека на OpenSUSE, но дальше, скажем так, дальше первых трех месяцев работы дело не пошло. Я бы так сказал. Соответственно, если так проанализировать, особенно с учетом современных всяких систем D и прочих дистрибутивы по сути отличаются не очень сильно. Инсталлятор, первичные настройки, средства управления, набор программного обеспечения, менеджер пакетов, в том числе и сами пакеты, в чем они распространяются, там, DPPG или RPM или еще что-нибудь, пути к файлам, вот это, наверное, самая страшная вещь, и система сборки. Что касается конечного дистрибутива, то в нашем случае инсталлятора нет, первичные настройки свои, средства управления нам не нужны, нужно, чтобы оно просто запускалось и работало. Набор программного обеспечения полностью свой, менеджер пакетов пофигу, формат распространения ПВР, ну, на самом деле, все равно, но хотелось бы все-таки быть LSB-френдли, то бишь, использовать RPM хоть как-то, вот, и пути к файлам свои, опять-таки, это уже дистрибутивы, и система сборки, мы, ладно, я позаимствовал у Вальта, все. Остальное, вот эти все вещи, они не зависят сильно от дистрибутива, кто хочет, еще раз говорю, пожалуйста, всегда готовы принять в свою семью новый дистрибут. Вот, только надо поддерживать его, а не так, чтобы год поставил, иначе у нас получится, что у нас получится, я расскажу. Итак, AltLinux Basin у нас получилось, обкатали, полностью обкатанная технология, вот тут начались мои косяки. Я начал делать свои решения, поскольку, мягко говоря, был не выпуском этих вещах. Скрипты, бинарники, в гид, например, закидывать, еще что-нибудь, будут уже впилить, это та проблема, это еще проблема. Но, с другой стороны, достаточно было при такой схеме решения на всю кафедру, это порядка 60-70 машин, достаточно было одного человека. У нас, по сути, занимались два человека за обгрузками. Один человек занимался Windows, один человек Linux, на всю кафедру. И, в принципе, ничто не мешало и дальше, но наш опыт почему-то не прижился, за пределами кафедры. Есть, правда, маленький косяк, поскольку, в связи с занятостью, эта поддержка была не очень качественная и достаточно редкая. Если кто последних два года смотрел, там были проблемы, например, с выключением машины по сети. Нажимаешь power, оно виснет на самом последнем этапе. то есть, Systemd отмонтирует, ну, просто в качестве проблемы, такой технической, Systemd отмонтирует NFS, после чего пытается запустить shutdown. Все, висим. В современных версиях они уже это пофиксили и сейчас нормально выключается. Это одна из мелких проблем. и тут уже опять-таки вылезла проблема, я думаю, многих местечковых таких проектов. Это то, что с upstream оно перестало быть совместимым. Внезапно. Потому что upstream вряд ли примет такие патчи. Соответственно, так продолжалось аж до 2014 года, даже до 2013 последняя сборка. Что привело к текущему состоянию? Все плохо. Все плохо по одной простой причине. Я ушел, доступ к коду я оставился на работке. Это не дает гарантии, что будет поддерживаться, потому что нет человека, который хочет этим заниматься. То есть вот человек пришел, он попытался на OpenSUSE сделать свое собственное костыльное решение, но опять-таки у него со временем все плохо и в результате пока что используется моя сборка 2013 года. Сейчас 15-й год, да? Это дофига времени, особенно с точки зрения разработчиков. Соответственно, дистрибутив протух, мягко говоря. Я бы сказал очень протух. Мы с этим столкнулись, когда начали курсы делать и внезапно оказывается мы показываем одно, а на машинах студенческих оно не работает, потому что там даже синтаксис не тот у некоторых утилит. В общем, проблемы эти не устраняются автомагически каким-то образом. Пришлось и были попытки, например, сервер новый поставили, туда впилили свой дистер, туда же закинули образ, настроили вроде все так же. Грузится везде, кроме одной аудитории. Как раз нужны нам. Это вообще был эпик фейл. Почему так происходит, я сильно не разбирался, но быстрый набег не помог. Ну, в общем, довольно много мелких интересных вещей получается. Вот, слава богу, мой работодатель решил, что нам надо Linux распространять. Мы договорились с кафедрой ВМ. Ну, там вообще по договору это тот еще был фан, когда предложили из кафедры из ЕПАМ одного и того же докладчика, не докладчика, а ведущего. Было очень весело. Я просто работал там и там одновременно. Вы хоть договорились? Договорились, да, я бы зарплату получал и оттуда, и оттуда. Ну, ладно. Проблема, в общем-то, встала в полный рост, наверное, в этом году и, собственно, пришлось делать, сейчас приходится делать нормально так, как оно должно быть. Значит, что в первую очередь сделал? Опять-таки, реанимировал все свои старые наработки, но на новой кодовой базе, более-менее вычистил ее и показал монтейнеру МК-имидж. Это вот он, если кто не в курсе, он на данный момент, МК-имидж профайлс, да, это один из главных сборщиков дистрибутивов Альта на данный момент. Вот. Получил заслуженных, в общем, получил, да. после этого мы в рассылку закинули этот ответ, если кто хочет, может поднять альтовские рассылки примерно за месяц, месяца два давности, потому что я прошелся по всем граблям, пока я делал в течение пяти лет этот дистр, я прошелся по всем граблям, какие вообще могут пойти. здесь. И мы это назидание выкинули в общий доступ. Сейчас это потихоньку удаляется и, надеюсь, к скорому времени удалится совсем. Проинтегрируюсь и, ну, что там будет дальше, посмотрим. Я все рассказывал про инфраструктуру, да, на самом деле open source на вузах это не только инфраструктура, хотя это одна из самых важных вещей. Она приводит к качественному сдвигу в сознании тех, кто работает как на кафедре, так и студентов самих. Это довольно интересный эффект получается. Во-первых, начнем с инфраструктуры. Когда она появилась? Кто не хочет на обед? Хорошо. Итак, вопрос. Закрыть нельзя открыть. Можно ли закрывать систему от пользователя? Или оставить ее открытым? Можно ли не закрывать? А что это значит? Вот. А значит, что? Являетесь ли вы хозяином системы? Являетесь ли вы администратором? А что такое любое место общественного доступа, такое, например, как ВУЗ, общая машина, да? Где даешь администраторские права, человек убивает систему. Случайно, намеренно, неважно. Не даешь администраторские права, у него начинаются проблемы. Соответственно, плюсы и минусы есть у обоих, на самом деле, подходов. У меня сейчас больше интересует такой человеческий фактор. если закрыть, то есть люди приходят, у них есть созданный пользователь, ограниченные права и прочее. Во-первых, это для начальства, типа все под контролем. Я не зря взял в кавычках, это всегда думают. Количество занятых людей. На каждую лабораторию раньше полагалось по два человека. Потому что должен быть инженер, который в любой момент может прибежать и тут же восстановить Windows, например, или Linux. С другой стороны, это была хорошая кузница кадров для админов. То есть достаточно много людей, которые администрировали у нас всю эту систему, они потихоньку набирались опыты и уходили в коммерческие структуры. Вполне получали деньги. Нормально. И некоторые начинающие хакеры, ну ладно, не вижу здесь, которые ломали все это дело. Ну поскольку раз закрыто, надо же сломать, как же не получить администратор, не использовать null day уязвимость и не сломать систему и не показать какой я крутой. Блин, вплоть до разборок, конечно, довольно весело. Это что касается плюсов. Это на самом деле плюс, потому что люди развиваются и это хорошо. А вот из минусов, то что все привыкли, привыкают к ограничениям. Обычный студент приходит и так, а мне это нельзя, не, я этим пользоваться не буду. Выходило до маразма, когда на, ради прикола, на линуксах ставил иконку готовую, квейка 4 и там еще какую-то стрелялку, запускали несколько раз. То есть туда не надо лазить, они туда не запускают. Ну, я считаю, что с профессиональной точки зрения для программиста это просто эпик фейл. Вот это все выливается в профессиональную деформацию, то есть люди считают или в непрофессиональную деформацию, то есть нам это нельзя, вот разработчик и ДЕ нам это не предусмотрел, соответственно, нам это использовать нельзя. При первом наборе на линукс курсы в 2013 один из тестовых вопросов на собеседовании был, ребята, это в чем разница между дебаг и релиз целями в Microsoft Visual Studio. 90% не ответили. Это к вопросу. А что такое Microsoft Visual Studio? Ты еще спроси, что такое дебаг. Да какая разница, что такое Microsoft Studio? Так, дальше, 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 тихо, у меня времени мало. Вот, дальше. И были бы большие-большие ограничения, по сути, не большие ограничения, невозможность нормального сетевого и системного программирования, потому что там системные права нужны, драйвер не поставишь, RAW-сокет не откроешь, ICMP-сокет не откроешь, все, это просто вот так вот крест и невозможность работы. Если закрывать и пользователю выдавать только определенные вещи. Потому что если же, как у нас сделано, все открыто, сразу, во-первых, человек хозяин своей системы, что хочет, то и делать, то он за это ответственен. Не хватает пакетов, сделай ты аппкет-инстал, не проблема. Программирование абсолютно любое. RM-RF, ну, делай, ничего страшного, рейсер-сет сделай, ничего, все хорошо. Соответственно, есть возможность залезть куда угодно, включая исходники любой программки, посмотреть, что будет, а если удалить вот этот файлик, а если его заменить, а если вот этому человечку, к этому человечку залезть по СССР на соседнюю машину и писать ему нехорошее сообщение, то есть, ну, довольно интересные вещи, и многие через это уже, наверное, прошли. Вот. И к совместной работе тоже очень хорошо подсталкивают. И с точки зрения администраторов, тут есть, правда, большая проблема, это потенциальный источник проблем сети, потому что сканирование, вирусы, многие другие несанкционированные действия. В общем, нас кафедру сейчас полностью изолировали от всего остального сегмента ГУИРа, мотивируя это тем, что мы производим очень много непонятных вещей. Ну, правильно. Там были забавные штуки, когда вирусы распространяются, например, на Windows, они быстро цепляются по сети, и дальше у нас начинается память по всему ГУИРу. Дальше. Это лабораторная проходит, выключаются лабы, а у нас стейтлис режим, выключились, это значит, что все вирусы ушли. Приходят администраторы с криками, а у вас тут вирусы, где? Включаешь, включаешь машину, запускаешь антивирус, но нет у нас вирусов. Вот мы у нас трафик тут видели. Ну, ладно. Вирусы лечите, а ничем не лечим, они у нас дорогая. Именно так. И, соответственно, убивает любознательность у людей, потому что нет этого экшена, а вот давайте я сейчас сломаю эту систему и покажу, какой я крутой. Зачем ломать, если судо доступен? А в Индии они просто под администраторами работают. То есть это плохо? Это плохо. С точки зрения, скажем так, не среднего человека, мы же все-таки на среднего ориентируемся, а вот те ребята, которые хотят чуть большего, вот для них это скучно. Нет вызова. Ну, правда, мы рассказываем про то, что у нас сервера есть. Соответственно, с точки зрения open-source, опять-таки, проводил достаточно интересные эксперименты, кто-то на них попадал из присутствующих, я думаю, это выкладывать полностью весь исходный код и лекций, и слайдов, и тестов на GitHub, кто-то патчи присылал, кто-то ревью делал, в общем, довольно интересная штука. Соответственно, и у меня, как у лектора, был постоянный стимул к модификации курса, пока я там работал. Плюс, довольно интересная штука, опять-таки, из open-source больше заимствованная, это привлечение сторонних специалистов. То есть, где тут? Не вижу. В общем, приходили несколько человек, вполне себе нормально отчитывали по определенной лекции, и таких аншлагов я видел только на зачетах. Очень хорошая штука. полезная. Чему я это все? Начнем с дистрибутива. Что осталось сделать? Это сейчас идет работа загрузка сервера с Windows. Для чего нужно? Для того, чтобы можно было вручить любому администратору вот на тебе образ CD, инструкция по развертыванию, и ты у себя в Windows сети загрузишь Linux. То есть, это упрощение использования. То есть, расширяемся немножко дальше. Сейчас, на данный момент, в зачет NFS, требуется в обязательном порядке наличие Linux уже в сети установленного. Что, в общем-то, блокер для многих кафедр и много где-блокеров. Хотелось бы видеть всякие докеры и всякие другие новомодные штуки из коробки, но здесь много мелкой работы по первичной настройке. Включение в регулярной сборке альта по возможности, как только с AppStream сольюсь, да, вот. Я думаю, это сделают. Ну и такая нестяжимая цель это мануал. Когда я буду к тому времени еще не настолько стар, чтобы писать только мемуары, а еще и мануалы, он появится. По учебным курсам довольно интересно, почему я включил как open source подход. Довольно интересная вещь. Я уже говорил, что сменяются поколения на кафедрах и сейчас пришли помоложе ребятам, в том числе и завкафедры и другие курсы. И вот эта вот практика, которую я попробовал, эксперименты довольно удачные, это ревью курсов, патчи, принятия на гитхаб, выкладывания. Оно потихоньку начинает приживаться. Сейчас вот летом новый курс разрабатывается, уже попросили ревью. На гитхаб выложат чуть-чуть позже, когда немножко причешут. Это тоже довольно интересно. То есть будут приниматься патчи и так далее. То есть уже как минимум два или три курса в Гуире выработают по такой схеме. Ну и соответственно лекции от инженеров. Если кто-то хочет поделиться своими знаниями, касающейся любой тематики, главное, чтобы она в образовательный процесс втыкалась, всегда welcome. Пожалуйста, это будет, даже более того, я с деканом разговаривал, говорит, сейчас можно сделать даже маленькую оплату за проведение лекции. Я сразу скажу, она настолько маленькая, что у вас проблем с налоговой будет больше, чем эта маленькая зарплата. Но сам факт остается фактом. То есть это уже выходит потихоньку на уровень официальный и я думаю, мы их не бросим, так что будет все хорошо. Все, спасибо. В плане закона от университета это маленькая зарплата. К сожалению, нет. Все, вопросы? Ну, давайте. Я просто кину. не поймаю. Есть пару вопросов. Как у вас со скоростью по сети и сколько примерно мегабайт нужно по сети пропустить, чтобы загружить аудиторию? Сейчас скажу. Цифры примерно и порядок скажу, потому что по памяти уже не помню, когда-то замеряли. Значит, во-первых, когда мы отказались от жестких дисков в аудиторию, у нас появилась возможность за те же деньги, которые тратить на аудиторию, купить нормальный гигабитный свитч. Соответственно, везде гигабиты. А на самом деле, при первичной загрузке в пике одна машинка максимум где-то порядка 20-30 мегабайт в секунду выжирает. А аудиторию, если целиком полностью грузить, я давно этого теста не делал, порядка полутора минут полностью вся грузится до рабочего состояния. Минута-полторы лета. Сколько при этом загружают? Там по NFS все работает, да? NFS, а поверх SquashFS. SquashFS это по груду. что это. Хорошо. Я к тому, что кэширование хорошее. Софт весь на сервере, не на клиенте. Вы не грузите полную сборку на клиента? Толстый клиент. То есть, по сути, корень находится со SquashFS с RootFS, он находится полностью, как у LiveCD, на стороне сервера, а все программы запускаются на стороне клиента. То есть, там полноценный workstation. А почему не попробовали виртуальные машины? Сколько на них ресурсов нужно? Во-первых. Во-вторых, я не зря историю рассказывал. Как бы в 2004-2005 с виртуальными машинами было все не так хорошо, как сейчас. Даже когда мы это дело внедряли в 2007-м, во-первых, виртуальные машины на тот момент уже мы использовали. У нас даже было одно время dual-boot нормальный, когда Linux, и можно было кликнуть на Windows иконочку и параллельно получить две машинки. В любом случае, положа руку на сердце, какие ощущения, когда работаешь в виртуал? Вроде как все доступно, но вроде как резиновые изделия между нами есть. Как бы для обучения считаю нормальная виртуалка. Можно отдать полностью студенту со всеми правами. Он может убивать кого хочешь, ему развиваться. Мы это делали, я же говорю. Но когда на голом железе, оно все-таки без резинового изделия. просто поле безопаснее. Оно не просто так создано, кстати. Не спорю. Скажите, пожалуйста, на каком году обучения студенты ходят в Windows? Оно у нас грузится параллельно, поэтому и формально у нас нет требований обязательных к использованию Windows или Linux, кто на хочет. В реальности получается у них где-то курс третий, когда идут уже лабораторные параллельные и по Windows и по Linux. Например, системное программирование. программирование. Какие у нас там лабы кто-нибудь помнит? Я уже не помню. Хорошо, я понял. И еще один вопрос. Название учебных курсов, где используется Linux? Системное программное обеспечение. Денис, программное обеспечение в сетях. Письмо, хорошо? Да, пожалуйста. А еще лучше просто на сайт можно зайти и посмотреть. На сайте кафедры. Да, на сайте кафедры. Что у нас еще с вопросами? Да. Я от лица Федора сообщества хочу сказать, что нам очень грустно наблюдать за развитием маленьких местечковых дистрибутивов, потому что на самом деле... А нам очень грустно наблюдать за развитием дистрибутивов. Спасибо, Миша. Смысл в том, что вот в том слайде про дистрибутив нам не хватало одной такой строчки, которая называлась обновление и разработка. И у дистрибутива это все должно быть, и поэтому когда вы создаете свою сборку чего-то там, это на самом деле не дистрибутив, это сборка одноразовая. И для того, чтобы он стал дистрибутивом, ему нужно сообщество, канал обновлений, разработка, вот это вот все, что... У меня Alt-Linux есть. Ну, Alt-Linux, я не пропагандирую Федору здесь, я хочу сказать, что есть дистрибутивы большие, у которых все это есть, и когда вы делаете свою сборку, не стоит ее выделять как отдельный дистрибутив. У Федора для этого там есть ремиксы, у Alt-Linux есть для этого тоже там свои сборки, я подозреваю, Миша может так знать. Вот это одна из них. Да, но смысл в том, что не стоит ее называть и позиционировать как отдельный настоящий дистрибутив со своим там сборкой пакетов, со своей системой. Стоит больше использовать AppStream, больше полагаться на AppStream, и AppStream предоставляет все инструменты для того, чтобы делать кастомные сборки какого угодно вида, размера. Я работал с Федорой, спасибо. Еще раз, речь не о Федоре, речь об AppStream, речь о том, чтобы играть вместе с AppStream, а не отдельно от него, потому что именно из-за этого у вас получаются такие ситуации, когда человек ушел, а дистрибутиву ничего не осталось, потому что дистрибутив это другое, это канал, сообщение, обновление, сообщество это важная вещь, но я, к сожалению, не нашел подходящего решения на тот момент, когда мне надо было. Сейчас активно вливаюсь в дистрибутив, чтобы стать не местечковым дистрибутивом, а просто на Мишу спихнуть это все. по поводу споров насчет разной дистрибутива, по поводу споров проводил исследование по костюм с людьми. Это настолько кусочина, а я не зря сказал, что где-то хорошо, где-то лучше, где-то еще лучше, где-то хуже. Неважно, какой дистрибутив, главное, чтобы обстримить. Главная мысль такая. Обстрим иногда бывает, как, например, у Федора, слишком эксцентричен. У него есть для этого ключевые. Я знаю. Есть сейсы, когда это сразу не стоит. Я знаю. Дистрибутивы, это как в кулуарах спорить по этому. У Дениса на самом деле не сборка, а здесь спибутив, потому что он поддерживается, у него есть сообщество. сборки, это когда человек чего-нибудь наковырял, ну, там, что одноразовый, там, Федора спин, что одноразовый, нет, это не укор. Они тоже бывают полезны. Вот. Просто когда или баловался с ОБС, чего-то там собрал, оно вроде как получилось, он там побегал, покричал, на следующий день забыл начаться, ну, или там через месяц, неважно. Бывают и такие проекты, когда весь пара уходит в шумиху. Вот. Был такой Linux нет возикса, его автору сказал, ты что, дурак, что ли, называть там свой интерпрайзным, секьюрным, ты его через полгода забросишь. Я не помню, полгода не прошло, он забросил. Вот. Потому что тащить апдейты, это гораздо более грустное мероприятие и рутинное. Вот. Но, тем не менее, вот здесь вот, вот неправда. Вот это дистрибутив получается. Опять же, в рамках Альта, вот эта тема, по которой я всем уже надоел, наверное, раз 20, вот, она как раз и прорабатывалась и задумывалась для того, чтобы можно было сделать не что-то одноразовое и вложить в него труд, как-то, ну, не привязать, а сделать его полезным пользователем, а потом забить, потому что тянуть сложно. А чтобы снизить вот это вот различие, которое тянется в форках, и чтобы сделать более легким как раз возможность эту работу, уже проведенную, вернуть в тот проект, где она сможет быть дальше полезной. Вот то, что, например, вот мы с Денисом переписывались, ну, собственно, опять же, публично уже зафиксировано, где, о, вот здесь вот, давай вот это вот, то, что ты сложил в одну тамфичу, давай мы разделим на три, и они будут реюзабельны, и они приберятся в других проектах. Это делается не только в Альпе. Естественно. Альп был первый. На тот момент, извините, на данный момент себя позиционируют как платформа для разработки своих дистрибутивов только две системы. Это, собственно, Альп и OpenSUSE. Остальные, у них свои собственные идеи и прочее. Ну, самый-самый последний, такой последний совсем. Ультра последний вопрос, короткий вообще, его почти не видно, правда? Да. Вопрос действительно короткий. Вы это внедряли только на одной кафедре, или это какое-то общеуниверситетское решение идеи? Я же говорил, ну, я, да, это пока что только на одной кафедре, и поскольку у каждого, у каждой кафедры свои собственные администраторы, это вкусовщина. Ну, корпоративные почты, там, и там удобно, это не касалось вообще. Нет, понял, понял. Это другие вещи совершенно. Поблагодарим еще раз докладчик. Спасибо. И короткий анонс.